Петербург город-музей под открытым небом. Только из одной точки можно увидеть Исаакиевский собор, Мариинский дворец, Синий мост и памятник Николаю Первому. Масштабная трехлетняя реставрация завершилась в прошлом году. Приходилось восстанавливать даже самые маленькие элементы. На одном из барельефов не сохранилось ни одной шпаги из семи. Проект реставрации стал победителем конкурса «Золотой трезине-2021». «Золотой трезине» – международная премия в области архитектуры. Ежегодно жюри выбирает самые значимые проекты в области дизайна, музейного дела и реставрации. Один из главных критериев – уровень профессионального мастерства. Петербургские реставраторы бессменно оказываются в числе лидеров. В этом сезоне на победу претендуют два объекта. Принципы реставрации, безусловно, сохранение подлинного. Позднейшие какие-то слои удаляются, подлинная сохраняется, укрепляется. И утраты восполняются в идентичном материале. Комплексная реставрация Смольного собора началась еще в 2015 году. Сначала мастера восстанавливали штукатурку и лепной декор. Спустя два года перешли к внутреннему интерьеру. Плиты на полу, большеразмерные, из ревельского известняка, они были в очень плохом состоянии, поскольку в годы Великой Отечественной войны здесь был склад. Потом, в 1990-х годах, когда здесь был концерт-выставочный зал, полы просто не стали ничего с ними делать. Когда вскрыли, примерно 30% плит пришлось привезти новых, а остальные либо переворачивали, либо уже реставрировали по месту. Современные мастера использовали те же материалы, что и при строительстве собора. Известниковые плиты, мрамор для ступеней, ведущих к иконостасу. За семь с половиной лет воссоздали утраченные элементы лепнины, восстановили историческую систему освещения, обновили и центральный вход, двери и тамбур из сосны и дуба. В плотный график реставрационных работ вклинилась одна интересная находка. На одном из сводов была обнаружена монохромная роспись «Гризайн». Такими узорами, по замыслу Стасова, должны были быть украшены все потолки. Однако Николаю Первому идея не понравилась. Ему захотелось сохранить собор в первозданном виде. Так, под слоем штукатурки, рисунок провел почти 200 лет. Процесс реставрации – это всегда научная работа. Каждая деталь, каждый элемент отделки и даже цветовая гамма – это, по сути, всегда открытие. В залах парадной анфилады дома Пашкова располагался департамент уделов, а в советское время областные конторы и даже Всероссийский нефтяной геолого-разведочный институт. Реставрация завершилась совсем недавно. Строительство здания шло 4 года и завершилось в 1844 году. Назначение помещения постоянно менялось. В парадную анфиладу входят 4 зала. Один из них – танцевальный – арендовало благородное танцевальное собрание. В 1857 году здание передали департаменту уделов и в этом же зале открыли церковь. Это был очень сложный реставрационный проект, потому что каждый зал является собой отдельное пространство. Оно наделено индивидуальными, кларистическими и вообще по наполненности, по даже самому образу декора. То есть здесь мы видим с вами кассионированный потолок. Такого потолка больше во всем здании вы нигде не встретите. То есть каждое решение, оно индивидуальное, неповторимое. Для анфилады была разработана специальная концепция освещения. Оригинальные люстры не сохранились. Силуэты новых осветительных приборов повторяют исторически, но выполнены из металла. Именно этот тандем классики и современности привлек внимание профессионального сообщества. Использовать лучшие архитектурные и инженерные решения – тоже традиция Ленинградской реставрационной школы, главный принцип которой соблюдается и сегодня. Каждый из штрих мастеров должен сохранять портрет имперского города. И если архитектура – это застывшая музыка, то Петербург – вечная классика в качественном современном звучании.